Приветствую вас всех, дамы и господа. Рад вас всех видеть на нашем очередном лайв-классе. Данный класс посвящен такому понятию в дизайне, в частности в мире моушн-дизайна, как инфографика. В рамках данного класса мы должны с вами понять, что такое инфографика с точки зрения моушн-дизайнера, как ее создавать, на какие основные инструменты, на какие основные элементы при ее создании обращать внимание и как прежде всего упростить себе создание данной инфографики, потому что все мы знаем, что долго работать никто не хочет, все хотят максимально упростить сами себе задачу. Именно этим мы сегодня в частности и будем заниматься. А перед началом хотелось бы вам сказать о том, что ваш покорный слуга теперь не только в рамках классов на профайле вещает, но и в рамках своего собственного канала на ютубе. Да-да, на экране, естественно, можем его наблюдать. Здесь выходят тутеры и, надеюсь, будут выходить с какой-нибудь периодичностью по премьеру и по After Effects. Именно поэтому всех вас призывают подписаться. Ссылка там будет где-то в описании к классу. Ну и естественно на инстаграм, инстаграм, чтобы не пропустить анонсы этих самых туторов. Как-то так. Итак, мы переходим к нашему первому разделу понятия инфографики. Давайте разберемся с вами о том, что такое инфографика и как ее вообще изобрели в частности. Итак, инфографика. Если мы зайдем на Behance, на всем уже известный, и просто напечатаем инфографика, то увидим максимально разнообразное количество проектов по данной теме и по данному запросу, что немножечко нас поставит в тупик. То есть, многие из вас привыкли, что инфографика это по сути только диаграммки и только вот эти вот столбики и полосочки. На самом деле это не так. Инфографика, как говорит наш покорный слуга в одном из своих лайф-классов. Давайте я вам тоже порекомендую. Вот, замечательный класс Павла Левдева по инфографике. Как говорит наш покорный слуга, инфографика это прежде всего способ изображения и способ реализации любых данных. То есть, по сути, инфографика, она нужна не для того, чтобы создать диаграммку и график. Нет, это прям вот простейшая производная инфографики. Хорошая инфографика, она нужна для именно визуализации любых данных. Будь то, я не знаю, состав продукта, количество добытых там килограммов, триллионов чего-то там и так далее. То есть, вне зависимости от количества информации, вы должны ее визуализировать. И здесь как раз таки приходит нам на помощь инфографика. Инфографика может состоять, как правило, из любых вообще просто элементов. Вот отличный пример, я нашел вам специально сегодня просматривал. Здесь классно визуализировали с помощью кита, скажем так, объекта, вот с помощью меча здесь визуализируют. То есть, как видите, инфографика, она прям максимально разнообразна. То есть, вот это, допустим, Most Searches Star Wars Characters в семнадцатом году визуализировали с помощью светового меча. Просто-напросто разные тут технические какие-то столбцы. То есть, это тоже инфографика и она максимально крутая в этом плане. Также здесь более такая простая инфографика, к которой мы привыкли уже с вами. Это просто столбцы, не столбцы, а линии горизонтальные, скажем так, с визуализацией каких-то тут количества чего-то там. Очков, я так понимаю, в NBA. Также инфографика очень часто используется при создании инфографики, точнее используется объект основной какой-то ключевой. И он, как вы видите, делится на часть. Здесь взяли один какой-то круглый мяч и разделили в процентном соотношении в пропорциях по, скажем, отраслям. То есть, большая часть у нас фанаты футбола, 4 миллиарда фанатов. Как вы видите, это большая часть мяча. Дальше 2 миллиарда фанатов крикета, 1 миллиард фанатов баскетбола. Видите, да, в процентном соотношении здесь разделено. Это тоже инфографика. Не важно, как вы, так скажем, визуализируете, важно, что это выглядит очень красиво. То есть, вот, двигаемся дальше. InTrump и Trust. Здесь уровень доверия Трампа, я так понимаю, или что-то подобное. Визуализировали вот таким замечательным способом. И, как вы можете заметить, здесь совершенно иная инфографика. Вот та самая анимация с китом, кстати, очень крутая, на мой взгляд. Выглядит очень забавно и тем самым показывает, что классную инфографику можно создать прямо вот из подручных средств. Здесь у нас взяли пулю, взяли пулю и на ее основе тут что-то разделили тоже в процентном соотношении. То есть, вы должны понимать, что инфографика, это не только привычные нам столбики с циферками. Это может быть очень креативное решение, очень интересное решение. Давайте, допустим, посмотрим вот на эту чашку кофе. На самом деле, когда я вообще вдавался в подробности поначалу, что только инфографика, когда только начало работать и уже вот подобные примеры появлялись, у меня мозг взрывался. Как вообще человек, ну, додумался до такого? Вот на мой взгляд, это просто, ну, на те времена, по крайней мере, было что-то невообразимое. Здесь просто тематически это все обыграно максимально круто, максимально интересно, максимально качественно. Естественно, об этом и во всем Павел Лебедев рассказывает с теоретической точки зрения. То есть, как вот эти объекты все подбираются, как это визуализируется и так далее. Мы сегодня больше по техничке. Поэтому здесь, здесь мы можем просто с вами наблюдать, что инфографика, она, по сути, бывает максимально разнообразная и максимально интересная. Главное придумать качественный пример, качественный шаблон и его использовать. Давайте посмотрим другие примеры инфографики. Здесь точно также можно понять вообще, какие у нас основные моменты сейчас используются в инфографике. То есть, вот, допустим, очень классный пример, опять же, с животными, с каким-то здесь карта используется. То есть, очень часто в инфографике используется именно или какой-то ключевой объект по тематике, будь то какой-то животный, там чашка кофе, не знаю, там ракета, если там какие-то военные инфографики. Или же карта мира та же самая. То есть, можно за основу брать объект более такой конкретной и тем самым свою инфографику более интересной делать. То есть, не просто какие-то графики и столбцы, а вот что-то подобное. Да, конечно, графики и столбцы тоже немаловажная вещь и она тоже имеет место быть. То есть, никто не говорит о том, что графики и столбцы это плохая инфографика. Просто она уже более приевшаяся и более, так скажем, устоявшаяся как объект, как пример. То есть, та же самая инфографика с диаграммами. Сегодня тоже будем задавать, поговорим. Она, как правило, является более простой для понимания, более такой примитивный с точки зрения создания, но при этом более понятный для восприятия. То есть, это такая самая уже такая в голове более устоявшаяся вещь, которую хочется сделать в первую очередь, когда просят сделать инфографику. Почему так? Потому что просто привыкли уже читать такую инфографику все и все ее, так скажем, воспринимать максимально подробно. Вот отличный пример. Это более такая простая инфографика с точки зрения создания, с точки зрения визуализации. Она более такая motion дизайнерская, если скажем простым языком. То есть, прошлые вот эти вот истории мы видели, она такая более постерная, более книжная, возможно. То есть, та самая инфографика, которую нужно именно читать очень внимательно, очень качественно понимать, где чего. А это такая более простая. То есть, мы же с вами motion дизайнеры, наши объекты двигаются. И когда наши объекты двигаются, нам хорошо, как говорится. Но это нас немножко ограничивает. То есть, все прекрасно понимают, что в граф-дизайне мы можем делать какую-то архи сложную картинку, архи сложное восприятие инфографики той же самой. Очень-очень мелко детализированная. Там прям вот, чтобы по миллиметрику вглядываться. И это будет хорошо. Это будет хорошо, потому что картинка статичная. И у зрителя всегда есть время ее полностью изучить, прочитать. Тот же самый какой-то постер. Или возьмем какую-то, я не знаю, энциклопедию, книгу. Там инфографика прям вот взрывает мозг. Мы с вами немножечко в этом плане упрощаем задачу, прежде всего сами себе, делая менее детализированную инфографику, просто потому что наша ключевая аудитория, наш зритель не успеет ее прочитать. Вот и все. Потому что в motion дизайне сцены меняются слишком быстро, слишком, так скажем, динамично и просто-напросто не успеет он прочитать эту инфографику. Вот отличный пример, а инфографика с чартами здесь прям то, что мы с вами называем трендовый инфографик.